Всем привет, друзья! Олег Бирхантер и сегодня мы с вами поговорим про новенький арбалет Бирхантер Храон. Давайте только сперва определимся, что это вообще за арбалет, где его можно использовать. Ну и вообще посмотрим, что есть из аналогов на данный момент на рынке. Вот он передо мной, этот красавчик, сделан из металла и пластика. Регулируемый приклад, есть механизм быстрого, удобного взвода, многозарядный магазин, рассчитанный на 5 стрел, ну и блочная система. Давайте для начала посмотрим, что вообще есть из аналогов. В принципе на данный момент есть многозарядные арбалеты на рынке. Многозарядный арбалет. Кобра. 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 Давайте оставим пока Кобру. Агрегатор, который недавно появился. Вот он, да у меня. Агрегатор оставляем. Дайте посмотрим. Мне кажется, еще я видел на сайте ЕК. ЕК. А. Ч. Ри. На сайте ЕК я видел какого-то Влада. Влада. Это имя нового китайского арбалета. Так, 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 где у них тут продукция? Продакт. Кросс Боу. Вот он, Владик. Ну, выглядит он вообще как игрушечный пистолетик. И заряжается, судя по всему, дротиками. Которые были на, не на Скорпионах, которые были на арбалетах Скаут, может, знаете, такой. И вот, ну, короче, вот такие обычные, маленькие, на спинах такие же дротики были. Майки, алюминиевые дротики. Давайте попробуем посмотреть на ютубчике, на нашем любимом, что там есть ЕК Влада. Ну да, по-моему, это и есть, как бы... О, как раз они с этой сравнивают с Адером на видео. Влад побыстрее чуть-чуть, но, собственно, он и слабее. И что самое главное, Влад взводится с переломом арбалета. То есть вот как на, ну, как на том же Скауте, собственно, было. Переламываешь хвост. Это прям очень удобно. И большую силу натяжения на таком арбалете не сделать, просто потому что рычаг тебе не позволяет этого делать. И еще плюсом к этому при натяжении тетива у нас сжимается, и вот эти вот крюки, которые есть, прижимаются в пластиковую направляющую. Я так понимаю, это тоже пластиковая. Ну, может, металлическая, конечно, но не суть важна. Важно то, что металлические крюки, которые тетива взводят, начинают упираться в пластик самого, ну, или в металл самого корпуса. И там всегда прям бороздки вот такие выскабливаются хорошенькие. Поэтому, если у вас вдруг будет Влад, или есть уже какой-нибудь Скаут, советую воском прям, или какой-нибудь, ну, собственно, воск. Универсальная смазка лучника, да, воск намазать туда, и взводить арбалет станет просто раза в два, а то и в три легче. Ну что ж, я думаю, понятно, что ни одного блочного арбалета, кроме дума-агрегатора, на данный момент на рынке нет. Про дум-агрегатор видео уже было и еще будет. Вот тут, смотрите, по всплывающей ссылке, а мы оставимся с тем, что Хараон – это единственный многозарядный арбалет, ну, блочный многозарядный арбалет, потому что дум-агрегатор, он тоже блочный, но он с обратными ключами. Здесь классическая компоновка Preach, поэтому он один такой получается. Давайте по цене сориентируемся. Есть у нас дум-мини-агрегатор, стоит 55 тысяч. Влад, сколько он тут у нас стоит? Ну, вот Кобра стоит 35 тысяч. Влад, Влад. Давайте посмотрим, сколько он ЕК. Влад. Сколько он стоит на каких-нибудь западных рынках? Там, наверное, он уже продается. Вот он, Влад. 329 евро перебить. Найти в гугле. До данного курса это 30 тысяч. Плюс его привезти. Плюс курс, ну, он же считает по Центробанку, правильно у нас. Поэтому в районе 30, наверное, будет стоить САК. Плюс кому-то надо будет нориться. Короче, я думаю, он будет стоить в районе 40 тысяч. Вот мой прогноз. Может, чуть-чуть поменьше. И Хараон тоже будет стоить в районе 40 тысяч. Но, Влад, это игрушка. А, это уже серьезный арбалет. Что ж, я думаю, с позиции этого арбалета на рынке все более-менее понятно. Это единственный блочный арбалет, многозарядный, который при этом является еще и достаточно мощным. Кстати говоря, видео про Хараон, вот без модификации, с магазином, можете посмотреть тоже по ссылке. У нас было. Достаточно давно, кстати, оно было. Вот. А вообще, мне нравится эта история с магазинами, потому что я в первую очередь в арбалетах вижу развлечения. Кто-то видит охоту. Для меня это все-таки больше развлечения. И магазин, в этом плане, конечно, вот он на 100% отрабатывает свои задачи. Стрелять с арбалетом, который многозарядный, гораздо веселее и удобнее, чем с арбалетом, где каждый раз надо искать стрелу. Но есть одна проблема, с которой мы раз за разом сталкиваемся. Может быть, вы даже видели видео, где мы приезжаем в тир, начинаем стрелять, или вот я на даче стрелял. Это самый первый обзор на Мамбу даже. То есть это вот то, с чего вообще я появился на этом канале. Всегда стрелы пролетают сквозь, и ты их хрен достанешь. Я не знаю. Наверное, я как-то говорил, что нет смысла стрелять стрелами от Кобры, от Дара, потому что они толстые. Вот, мне кажется, я начинаю улавливать этот смысл, потому что пробивная гораздо-гораздо меньше, и, соответственно, стрелы доставать будет проще. Наверное, вот в этом может быть смысл. Но, с другой стороны, может, мне просто считай, мне так не везет, потому что я не сказать, что прям их все перепробовал. У меня вот есть какое-то, в него и стреляю. Так, давайте я теперь предлагаю разобрать этот арбалет прям по винтикам и посмотреть, из чего он состоит и как он работает. Значит, я возьму отверточки, потому что стандартные, которые тут в комплекте, я где-то, ну, не где-то, я знаю, где я их оставил. В общем-то, у меня их нет. Поэтому я беру свои универсальные отверточки. Тут вот винтики от жесткого диска, которые я раскрутил. Так, все, погнали. Значит, давайте достаем стрелы. Один, два. Скорее. Четыре. Четыре стрелы, как видите, они уже использовались в видео. Вы еще увидите, как я стреляю из этого арбалета. Поэтому на этом сегодня мы останавливаться не будем. Сегодня прям вот в кадре я стрелять не буду, но зато мы разберем, посмотрим, покрутим и все, обсудим. Так, нам, наверное, подойдет вот этот вот шестикранчик. Идеально просто, идеально. Так, ну, давайте. Надо было все-таки... Вот, без проблем. Правильный инструмент под правильные задачи. Значит, магазин крепится на два винтика. Ну, те, кто смотрели наше предыдущее видео, знают, как оно устроено, поэтому тут вряд ли они чему-то будут удивляться. Давайте пока арбалет подвинемся в сторонку и разберем сам магазин. Надеюсь, у меня получится потом ее собрать обратно. Раскручиваем. Два винтика спереди. Один винтик тут. Чихонько. Так, ну, тут все просто. Простой механизм. Тверк. Это как-то еще должно разбираться. О, вот как получилось. Тут я даже не знаю, прям, я думал, сейчас что-нибудь расскажу про то, как тут все устроено. Но мне кажется, без меня все понятно, как тут все устроено. То есть просто у нас получается стрела вот сюда таким образом вставляется. Вот так вот она. Видите, прям ровно под нее рассчитано все. И тут вон зазор в один миллиметр. Короче, она вот так вставляется. Скользит вниз, вызывает тетиву. Тетива вот здесь вот за хвостик выходит. Она под, собственно, весом падает и все. И этот язычок ее прижимает. Соответственно, тут тоже все просто. Вот эта качелька ставится сюда. Поднимаем и вот ее зажимает. Все. Отпускаем. Короче, я не знаю, что еще рассказывать. Сам материал. Я не знаю. Это, знаете, вот не обычный пластик, а, ну, собственно, да, такой же, из которого сделана рукоять. Вот у кого есть такие арбалеты, я думаю, поймут меня. То есть это не такой простенький легкий пластик, который обычно есть, а он с каким-то наполнением, с каким-то композитом, мне так кажется. Ну, я думаю, короче, с этим все понятно. Так что давайте теперь собирать все это дело обратно. Все, работает как нужно. По магазину все то же самое. Стандартный замок, только укороченный. Приклад немного отличается от того, который был на агрегаторе. У него сменный тыльник. То есть вот тут вот видеть, защелки, можно вытащить. Соответственно, поменять. Или вот я вижу родной пластиковый тоже с насечками. Плюс к этому он складной. Его уже можно прям до конца сложить. И, ну, что про него еще сказать? Вроде все с ним хорошо. Хорошо. Неплохой, удобный арбалет. Снизу у них также есть крепление под стандартную ручку трехпозиционную. Ну, и, соответственно, планку вивера никто не мешает нам сюда спокойненько поставить. Тем самым кардинально поменяв эксплуатацию арбалета. Я думаю, что надо будет сделать сюда специальную планку вивера, которая будет во всю длину этого арбалета. Потому что он капец какой длинный. И здесь прям такая получится полноценная планка. Я не знаю, правда, зачем. Сюда вот нужна она. Ну, кто вот этот, может, фонарик сюда можно с выносом на бут повесить? Ну, да, можно будет попробовать. Не знаю. Напишите в комментариях, нужна ли планка на этот арбалет, который на всю длину. Или стандартный вот такой вот по длине подойдет, который есть и сейчас. Ну, и подходит, соответственно, от арбалета Мамба. Она сюда. Скорость и прочие ТТХ данного арбалета вы сейчас видите у себя на экранах. Ну, а я, постреляв из него, могу сказать, что арбалет в целом, в целом получился достаточно неплохой. Особенно учитывая его стоимость, потому что по цене он, по сути, не сильно отличается от рекурсивных аналогов, но при этом может предложить гораздо большую мощь. Конечно, он уступает, думаю, агрегатору. Но он уступает агрегатору не только по мощности, но и, соответственно, по цене. То есть цена на этот арбалет гораздо приятнее. И, ну, по сути, это самый дешевый многозарядный блочный арбалет. И, по сути, это единственный многозарядный блочный арбалет стандартной компоновки. С другой стороны, я могу сказать, что стандартная компоновка на таком компактном и легком арбалете, это вообще ни разу не беда. Потому что этот арбалет, он сам по себе мало весит. И поэтому то, что там какая-то нагрузка на переднюю левую руку, ну, прямо скажем, она совершенно незначительная. И ни в какое сравнение она не пойдет с арбалетами большой величины. Там разница прям гигантская. На самом деле, по ощущениям, между обычным арбалетом и арбалетом с обратными плечами, потому что там вот одна колодка весит, как весит этот арбалет. А тут арбалет тоненький, простенький, поэтому, в принципе, это не имеет значения. И вот я в одном из прошлых видео сказал, что я, наверное, поменяю мамбу на дум-агрегатор. Но потом я взял мамбу и понял, что мамба тоже, в принципе, неплоха. И чем мне понравилась, чем хороша мамба, ну, это по силе натяжения. Потому что дум, он для меня, для моих задач, он слишком мощный, дум-агрегатор. И я понимаю, что мне эта избыточная мощность, она вот прям вообще ни к чему. Я не охочусь, я не стреляю на 100 метров, мне это, в принципе, не интересно. Мне, я не знаю, интересно по шарикам, бутылочкам, чем по мишеньке пострелять с 20-30 метров. И все. На этом мои развлечения с арбалетом заканчиваются. Поэтому, ну, я не знаю. Вот. Поэтому, собственно, и мамба неплоха. Вот. Поэтому, собственно, и мамба неплоха. Если дум-агрегатор, ну, собственно, что, у меня, наверное, будет возможность сделать себе простенький дум с простыми ключами слабее. И еще мы, кстати говоря, начали готовить одно интересное видео. Не могу, не хочу ничего пока про это говорить, потому что еще не начали снимать. Вдруг ничего не получится. Но если получится, то я думаю, что вы приятно удивитесь. Ну что ж, я надеюсь, вроде с этим арбалетом все понятно. Он мощный. Это хороший арбалет, это простой арбалет, это слегка увеличенная мамба. И, в принципе, для тех, кто хотел себе многозарядную мамбу, особо отличий вы не увидите. Но он чуть-чуть побольше. Хотя, вот, у меня все равно остается в голове мысль, что надо сделать какой-то переходник, чтобы поставить этот магазин на обычную мамбу. Потому что тут замок, в принципе, такой же. Там только спусковой крючок у мамбы другой на самом деле. А сам вот этот вот механизм, он и по размеру, и по всему вот точно такой же, как на мамбе. Ну, повторюсь, тут надпиленный, соответственно, он должен также хорошо встать и на мамбу. Вопрос просто в том, что там спереди компоновка не помещается. Так надо что-то с этим будет придумать. Когда я стрелял из этого арбалета, у меня не сложилось какого-то впечатления, что это прям что-то там плохо, что-то там неправильно сделано. Нет, тут все сделано хорошо, грамотно и правильно. И даже если сравнивать с тем же Doom агрегатором, отдачи тут нет, потому что плечи тут тоже достаточно параллельно относительно друг друга стоят и всю вибрацию гасит в момент выстрела. Ну, он чуть-чуть послабее, но у него сил натяжения меньше, чем у Doom агрегатора. Эти мне он даже больше понравился, хотя когда мы стреляли, у нас тут был щит, кубик вот такой вот, сколько он там, 10 метров 30, наверное, вот сейчас на фотографии вы видите его. Стрелы заходили где-то по самые перья, где-то, ну, чаще всего они заходили прям по сам хвостовик. И вот, почему у меня тут всего 4 стрелы? Потому что, когда вот недавно стреляли, одна стрела прям внутрь щита зашла и из него не вышла и осталась там. Поэтому, опять же говоря, от мощности этого арбалета, мне кажется, тут все достаточно понятно. Давайте подведем итоги. Получается, что этот арбалет, по сути, уникальный. У него нет аналогов никаких, это единственный, многозарядный, блочный арбалет. Если вы знаете какие-то другие многозарядные блочные арбалеты, то пишите в комментариях, может быть, мы сравним эти два арбалета. Я, на самом деле, думаю, что скоро, ладно, не думаю, это инсайт вам такой, я знаю, что, не скажу, что скоро, но появятся у нас и большие, то есть, вот, которые 20-дюймовыми стрелами стреляют. Арбалеты тоже многозарядные, но это будет не то, чтобы скоро. По крайней мере, не в этом году это будет точно, но в этом году будет кое-что другое, не менее интересное. Наверное, пора заканчивать это видео. И напоследок хотелось бы сказать, что я не держу вас за безмозглых рыбок, и поэтому не буду говорить вам, что я главный инженер арбалетностроения всей Руси. Как это делают некоторые старички, но этот арбалет грамотно сделан. Он достаточно универсальный и подойдет как для самообороны, так и для развлечения, так и для спортивной стрельбы. Ну, для спортивной имеется в виду не на соревнованиях выступать, потому что там вообще свои интересные арбалеты, как-то мы про это уже затрагивали в каком-то из наших старых видео. А спортивный это именно пострелять по мишеням на результат, потому что, опять же, большой плюс то, что у него нет пересекающихся трущихся тросов, как это на большинстве стандартных арбалетов. Об этом мы тоже говорили частично в прошлом видео, то есть если сравнивать с стандартным арбалетом, где есть йорки, где есть пересекающиеся тросы, тут этого нет, тут меньше трения, да, как бы есть свои недостатки, есть свои преимущества, но по мне, так вот преимущество у такой системы независимой больше, чем недостатков. Почему? Потому что тут зеркальная система. Тут она зеркальная не в двух плоскостях, как у Дума Милитари, там, напомню, здесь снизу блока тросик, и сверху блока такой же тросик, чтобы блок вообще никуда не загибался. Тут, соответственно, все сделано по полустандартной схеме, когда у нас на арбалете трос идет снизу, но при этом обратите внимание, что трос здесь идет по центру оси, потому что сила натяжения, когда вы взводите арбалет, сила натяжения с тетивы переходит на тросы, и поэтому важно, чтобы нагрузка прилагалась именно на центр оси, потому что если она будет прилагаться снизу, то, соответственно, у нас блок будет, ну вот, считайте, да, вот здесь вот, что будет, если мы вот в этой части нажмем на ось, соответственно, у нас блок перекосится вот в эту сторону, то есть низ будет загнут, ну, то есть блок будет смотреть наверх, вот таким вот образом. И чтобы это минимализировать, сделано таким образом, чтобы трос был максимально близко к центру. При этом надо понимать, что все равно никак не избежать вот этих вот погрешностей, даже, знаете, есть луки, окей, арчери, немецкие луки. У них, ну, во-первых, это лук, где АТА 38, у них там даже есть 48, по-моему, то есть прям вообще такой гигантский лук, но даже там они не осмеливаются на сайте у себя заявлять, что их блоки никак совершенно не скручиваются, а это представьте, то есть на луке нет совершенно отводов, но при этом они не говорят, что блоки не гуляют, потому что, ну, блоки, к сожалению, гуляют всегда. Вот, но повторюсь, на большинстве арбалеток все равно используется стандартная система, где не просто трос идет с одной стороны блока, но и сами по себе тросы имеют разную нагрузку, потому что они пересекаются в точке пересечения, один идет над другим, и поэтому, ну, кажется, там всего-то, да, сколько у нас трос получения 2 миллиметра, соответственно, один трос ниже другого, там на 2, может быть, 3 миллиметра, вроде как фигня, а с другой стороны нагрузка от этого достаточно сильно меняется, поэтому и блоки стоят несимметричны. Тут же у нас никаких пересечений нет, поэтому блоки работают синхронно, а синхронность это замечательно, потому что у нас не возникает никаких излишних колебаний стрелы в момент ее выстрела. И я посмотрел заметную съемку, где мы с агрегатора стреляли, как без магазина, когда стреляли, ну, я был приятно удивлен тем, как тетива себя ведет, потому что на многих арбалетах, ну, в частности, это касается, конечно, там тех арбалетов, где замок снизу держит тетиву, ну, тут он держит тетиву сверху, и, соответственно, при выпуске тетива, она даже не отрывается от направляющей, она чпонько легла и толкает уже спокойненько стрелу вперед, то есть стрела не гуляет, не подпрыгивает, вот это то, с чем часто сталкиваются, когда начинают делать папертест из арбалета, то, что хвостовик куда-то задирается. Это может быть связано, во-первых, с большой мощностью арбалета, то есть стрела, по сути, просто мягкая и выгибается, то есть можно попробовать взять легче наконечник, либо как раз таки с тем, что замок вот так вот отпускает тетиву, и с этим ничего не поделать. Ко мне даже как-то однажды пришли с арбалетом 56-м, по-моему, Манхунгом, мы попросили вот сюда вот замок, вот как тут, чтобы тетива не могла здесь подпрыгивать наверх, но, к сожалению, я тогда не смог ничего придумать, как это сделать, поэтому осталось как есть. Но, с другой стороны, повторюсь, все эти настройки, папертесты, там, и вся прочая вот эта история, это не должно являться самоцелью. Вы настраиваете арбалет для того, чтобы у вас стрелы летели ровно. То есть задача арбалета – ровно выпускать стрелы, а не делать ровное отверстие в папертесте. И если вы довольны тем, как у вас стреляет арбалет, если вы достигаете своих результатов с помощью этого арбалета, то не надо туда лезть. Особенно не надо туда лезть, если вы купили только арбалет, потому что веревки еще будут у вас тянуться, и то, что вы сейчас настроите, ну, с точки зрения, если только опыта, интересно покопаться, посмотреть, что там, как там, да, но с практической точки зрения вы ничего точно не получите, потому что вот вы настроите арбалет, если у вас вдруг получится, сделайте три выстрела, и арбалет снова расстроится. Поэтому после покупки надо всегда сначала 50 выстрелов, просто не целясь, ну, можно, например, не целиться, вообще неважно, что там, как там, куда там, просто делайте 50 выстрелов, и исключительно для того, чтобы веревки на вашем арбалете и луки вытянулись как надо, и после этого уже можно будет приступать к настройке. Также арбалет нужно мазать воском. Всегда, вот недавно мы беседовали с Алексеем, который, Юрченко, который ездил на охоту с порванной обмоткой, потому что не знал, что просто надо смазывать арбалет воском. А чем больше нагрузка, все это сильно трется, и поэтому все быстро стирается. Для того, чтобы такого не происходило, надо мазать воском. Вот с этим арбалетом все, конечно, посложнее немножечко. Вот я с него тоже пострелял немного, и честно вам скажу, не помазал воском, и тут уже видно, как обмотка начала шелушиться. Ну, я не помазал воском просто потому, что я взял его с собой, вот на те кадры, которые вы сегодня видели, где я на улице стрелял, но без воска. Вот, соответственно, стрелять надо, я что-то не подумал, что мне придется стрелять, он поехал на съемки стрелять за арбалет, и не подумал, что придется из него стрелять. Короче, не помазал воском, сделал выстрелов, но я не знаю, сколько там вот, ну, магазин 3, то есть выстрелов 15-20, наверное, я сделал, может, 4. Короче, выстрел в 20 я сделал, и обмотка уже начала лезть. Поэтому надо всегда все мазать воском. Тут, конечно, с этим могут быть небольшие сложности, потому что, ну, так просто так, конечно, не добраться до тетивы с этим магазином. Но, опять же, ничего не мешает, во-первых, снять магазин, во-вторых, ничего не мешает как-то сюда подлезть. В принципе, тетива сама размазывает воск, нам там не надо ее особо втирать, особо там вот где можете дотянуться, там, соответственно, надо потерять. Где не можете дотянуться, можно просто вот сюда вот плюхнуть воск, подергать вот этот вот рычажок, и все там нормально само смажется, и будет все хорошо. Ну что ж, на этом все. С вами был Олег, канал Beer Hunter. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, покупайте Хараон. Всем пока!